Продолжение следует... По регенерации. Он хорошо показывает именно ключевые моменты. Да, есть сосуд, который в норме растет. Как раз в любой свободной поверхности в строме. Это губчатая кость. Есть повреждения, выделения факторов. Да, у нас геморрагия. Здесь сосудистый стаз. Соответственно, у нас тамоза соединяется где-то в другом месте. А факторы эти все выделяются в ткани. И тканевые клетки, которые также могут становиться активными, которые становятся остеокластами. Они это видят и приходят. И начинают этот матрик с пораженного участка лизировать. Это плазматические клетки, которые выделяют сначала факторы гуморальные, а затем они начинают синтезировать волокна активно, для того, чтобы восстановить участок пораженного сосуда. Плазматические клетки, так-то, в общем, все и написано. Вот они синтезируют активно волокна коллагена. Затем наступает фаза воспаления, которая связана, конечно, с инфекционным агентом, за исключением только асоптических воспалений. Изменяется проницаемость сосудистой стенки, потому что на это влияет фактор. И при снижении содержания витамина С обменные процессы нарушены. Поэтому воспаление наступает, с одной стороны, медленнее, а с другой стороны, более бурное, потому что нет оттока жидкости ткани. Про обратный осмос мы сегодня говорили, что он наступает, когда имеется большая концентрация белка в зоне с низким гидростатическим давлением. Это макрофаги тканевые, которые проходят внутрь сосудов, и они агнезируются. Во что, если болит? Вот это морфогенетический белок. Это переваскулярные клетки на каротидном синусе. Преимущественно, это зона специального скопления. Морфогенетический белок отплывает сюда, соответственно, ниже клетки, переносчик, который их доставляет, превращается в переваскулярную клетку, о которой мы говорили сегодня. Она активизируется, переходит внутрь сосуда, потому что находится в низшей хаоске, видите? Какой-то кратер напоминает или каньон, да, стеобласты. Это же межтеточное вещество, вот они в него погружаются. А это соединение, которое они соединены между собой и с клетками, видите, кознатический отросток. Это матрица, которую они синтезируют вокруг себя. Она состоит из коллагеновых колоконов, и межтеточные вещества, так же волоконный латтин, расположенный в подразуме. Значит, был вставлен металлический стерлин в кость, и затем вот эти клетки из сосудов откуда-то внезапно появились. Она сам реактивировалась здесь на костницу, стеобласт. И здесь за счет того, что есть сосуды, в дальнейшем сферировался слой клеток. Это, по сути, какое-то инородное тело, которое не подвергается биодеградации. И его элиминировать нельзя из организма, тоже, если оно там стабильно. И затем формируется здесь активный слой клеток, и они покрывают его здесь изнутри. И вот это называется не остеинтеграция, это остеоппозиция. Остеинтеграция была бы тогда, если бы вот эти клетки врастали, была бы диффузия кости в металл. Это неправильный перевод. С английского на русский, грамотно говорить первое, это остеоппозиция. Что наступает в области имплантата, наступает остеоппозиция. Потому что костная ткань при созревании или при заполнении дефекта заполняет все полости пустые в строме. Это также как отторжение и неприживление. Нет никакого отторжения, это неприживление. Но он, в принципе, не приживается. Вот эта скудность медицинского языка, я хочу, чтобы вы точно знали дни, когда что происходит. Мы удалили зуб, да, наступило что? Повреждение, кровотечение образовалось кровяной сгусток первично во всем объеме. Поэтому нам важно вот здесь, если есть надкосница, ее сохранять полностью. Отсюда будут расти сосуды. Грануляция. В первую очередь образование грануляционной ткани. Потому что замещается сгусток. Тут детритная масса. Пришли нитрофилы, все съели. Пришли макрофаги, собрали нитрофилов. Начинает расти волокна, соответственно. Это второй-третий день. 4-7. Наступает эпителизация. Действительно, если у пациента все хорошо, он не курит, нет проблем со слизью. На четвертый день уже есть эпителий. Если его нет, то он к седьмому дню все равно будет. Если открылась мембрана, не надо туда лезть, не надо ничего делать. Если она там не очень сильно откроет. Все эпителизируется само. А то, что наступил, вот этот некроз, он сам отвалится и все, и смоется слюной. Это день образования сосудов. Четвертый день. Когда уже сформированы сосуды активно. И регенерация наступает, начинает. На седьмой день. Поэтому происходит эпителизация. Образование соединительной ткани. Начинается активно на седьмой день. А мы тут назначили препараты кальция и все. И потушили всю эту пролиферацию. Она образуется больше костного типа. Если есть сосуды. Если сосудов нет, образуется хрящ. Который потом кальцинируется. И может повторно давать кость. Если сосуды все-таки дойдут. В синусе это бывает редко по двум причинам. Первое. Все питание сосудистое выходит на небо. А второе. Со стороны шнейдеровской мембраны сосуды не растут. То, что залегает в мембране шнейдера, потенциалом прогенератора не обладает. Поэтому вся нагрузка происходит на лоску слизистоноскосничной. Если мы его размажили распатором. Закрыли мембраной неперфорированной. Мы можем сразу в усадку себе записать 30% по высоте. 21 день. Это вторая фаза регенерации. У нас образуется новая сценивательная ткань взамен вот этой. Так вот она уже будет костная. Три недели. Уже эти остеобласты организации. Они уже созрели. И начинается минерализация. Вот тут надо назначать препараты кальция. Это день снятия швов обычно с костной ткани. Ну и третья фаза совсем. Это уже образование сценивательной ткани во всем объеме. Это новая губчатая кость здесь есть. Новые мягкие ткани. Или мягкие ткани в норме. Они полностью восстановились. Полный объем. Вот тут не отличить. А у крыс не отличить через 7 дней. Потому что у них метаболизм 20 раз быстрее. У них через 7 дней вообще там все. Девственно не было никакой операции. Детритная масса. Кровяной сгусток. Мы видим очень хорошо. Компактная кость. Вот она окружает стенка. А ее не перфорировали. А вот тут надо делать перфорацию. Просто вот так вот точечный прокур. Третья кофеобразные клетки расположены вот здесь. И вот здесь. Вот здесь они. Вот тут. Отступая середину. Треть от глубины корня зуба надо. Вот это. Вот эта зона. Вы входите под углом от 30 до 45 градусов. Потому что реально не войти под другим углом. И тонким сверлом вы делаете точечные проколы. Ну и в дальнейшем начинает замещаться сначала сединительная ткань. Не кривичная. Она грануляционная. Тут есть еще остатки детритной массы. Они темные. Пока в сосуды все это не уйдет. И не разрушится. Свои макрофаги не доедят вот эти нитрофилы бедные. А здесь уже мы видим, что идет образование уже первой костной ткани. Вот как уже редуцирована детритная масса. И совсем чуть осталось. Это компактная кость. А это формирующаяся губчатая. Она активно воскулиризована. А тут можно наверняка сосудики. Смотрите, прям круглые просветы. Уже видим, что она более такая структурированная. Вот это остатки компактной кости. Они все равно будут тут лизироваться в этой зоне частично. Потому что будут проникать эти колофиброзные клетки сюда. И вот тут, видите, тоже у нас компактная кость. То есть у этого пациента, скорее всего, молодой пациент, хороший просто ренираторный потенциал. Ну и вот на 6-2 месяца. Уже все тут в порядке. Оно уже структурировано. Это губчатая кость, однозначно. Это участки компактной кости, краевую. Значить пациенту, если ему недостаточно остеогенон, если достаточно, там все будет видно там и так. И мы оцениваем соотношение компактной кости к губчатой. И мы понимаем, что там выросло. Выросло то, что мы хотели, ничего, все стало хуже. И тогда от этого становится ясно, что вообще с этим пациентом делать дальше. А все, я замолкаю, нельзя, мне это нельзя рассказывать. Подождите, все. Значит, я вам покажу последнее. Регенерации мягких и твердых тканей. Не надо это вообще выделять. Это всегда направленная регенерация тканевая. Мягкотканная, костная тканная, еще много какая тканная. Она всегда происходит, да, будет происходить в материалах, но только при определенной анатомии дефекта и воскулиризации принимающей стороны, принимающего ложа. Если оно воскулиризовано, мы перфорируем компактную пластинку, да, там и так далее, то все будет в порядке. Это 2000-й год. Ведь об этом все на самом деле давно говорят. Просто у нас есть проблема, потому что кто-то куда-то не ездит, а хорошая чистая информация сюда не доходит. Сюда доходят, ну, такие отголоски совсем. Продолжение следует...